Александр Митч, прошу к столу. Один начинающий писатель, некто Катаев, недавно метко заметил, что нынешние обеды можно переваривать, если они приправлены только гарниром из слёз. А разве не вы с таким жаром пророчествовали о рождении нового мира? Да. Вот оно наступило. Всё новое рождается в муках. Профессор проявлял чудеса изобретательности, чтобы среди всеобщей ломки старых обычаев и нравов сохранять традицию светских обедов. Но с некоторых пор единственным гостем в доме оставался Александр Митч Ермаков, за последние три года растерявший свою адвокатскую практику. Володя, сколько можно ждать? Совсем отбился от рук. Здрасте. Целыми днями пропадает бог знает где. Читай из какого-то Шерлока Холмса. Что бы сказал академик Буниен. А ведь он лучший всех писал сочинения. И даже редактировал гимназический журнал «Следопыт». Всё естественно. Сначала «Следопыт», потом «Шерлок Холмс». А бомбы? Он тащит их в дом. Папа. Откуда берёте, друг мой? Я поменялся. Он выменил их на фотоаппарат. Сын профессора, кто бы мог подумать. Позвольте полюбопытствовать. Пожалуйста. Хорошая игрушка. По-вашему, это игрушка. Опасная вещь. Истекающая, как шарахнет. Володя, откуда этот жаргон? Я вас поздравляю с удачным обменом. Чистая пшонка. Ну вот, его ещё и надули. Вторую тоже можете выбросить. Александр Михайлович, голубчик, подействуйте на него. Ну, чем же я-то могу помочь? Он вас уважает. Мальчика надо бы куда-нибудь пристроить. Ну, папа. Раньше, в преступном прошлом, как теперь говорят товарищи, я действительно мог бы для него что-то сделать, но это было раньше. Тогда был закон. И были люди, которые его уважали. Правда, были и такие, которые его не уважали, но я был нужен и тем, и другим. Я опирался на закон. А теперь закон это уголовный розыск, набранный из идейных, но, увы, малограмотных людей. Уголовный розыск? А что это интересно? Вздор. Ты мечтал о филологическом. Папа, ну при чём тут мечты? Мы сперва должны покончить с преступностью. Верно? Что значит должны? И кто это мы? Конечно, уголовка это не филологически, но там, между прочим, твёрдый паёк. И, кстати, учиться всё равно негде. Товарищи ещё не придумали, чем заменить университеты. Ничего. А дождём, пока придумают. Не думаю, что власть, именующая себя народной, придаст забвению язык и культуру этого самого народа. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова